13-летнюю Дашу Голубеву свист бурмашины и специфический запах стоматологических медикаментов не пугает. И девочка, в отличие от своих многих сверстников, понимает, лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Очень долго болел зуб, я не хотела ходить, и потом мы его вылечили, все хорошо сейчас. Зубы – это очень важно, без них я бы не смогла кушать, и каждый год я хожу к стоматологу, чтобы их проверить. Для стоматолога, как и для любого другого врача, важно умение выслушать и успокоить больного. А когда речь идет о самых маленьких пациентах, дело приобретает особый окрас. Детская стоматология, по сути, самая сложная и ответственная. Недостаточно владеть навыками лечебного дела, нужно еще и найти подход к маленьким непоседам. А вот задача родителей – не только обучение детей гигиене полости рта и привитие навыков здорового питания, но и подготовка ребенка к посещению стоматолога. У нас бывает такая ситуация, что ребенок пришел на профосмотр маленький, и родителям срочно ему надо полечить губы. Ребенок должен быть подготовлен, с ребенком должна быть с родителями проведена беседа, ребенок должен планово записаться на прием, и доктор будет помогать в лечении зубов. Подростки у нас более информированы, они очень хорошо, ну, внимательно слушают доктора, и когда мы даем рекомендации, они их четко выполняют и приходят на профосмотр. С подростками сейчас гораздо лучше работать, они более информированы. Всем известно, красивые и здоровые зубы формируются с первых лет жизни. Врачи отмечают, болезни полости рта могут наблюдаться у ребенка, которому нет еще и года. Наиболее распространенные у детей в возрасте до двух лет – это заболевания слизистой, стоматит и молочница. А у детей от двух лет могут появиться болезни твердых тканей зубов. Есть такое понятие, как ранний детский кариес. Это у детей, которые встречаются от двух и до шести, до семи лет, в молочных зубах. Провоцируют его, это, ну, как мы говорим, употребление сладкой воды, ночное кормление, бутылочный, его называют еще бутылочным кариесом. У подростков, начиная от 12 и до 18 лет, встречаются заболевания периодонта. Это когда возникают скучины зубов, возникают заболевания слизистой, кровоточивость десен и появление зубных отложений, которые приводят к заболеванию периодонта. Согласно программе профилактики и диспансеризации, дети должны наблюдаться у стоматолога в возрасте от одного года раз в год. Если уже у ребенка идет активное распространение кариеса, рекомендовано осматриваться два-три раза в год.